Привет, друзья! У меня для вас две новости. Одна хорошая, другая плохая. Хорошая новость, я хочу сказать так, что кажется, скоро всех нас ждет повышение зарплаты. И я сейчас поясню, почему. Безусловно, это хорошая новость, потому что всегда приятно, когда зарплата повышается. И почему она будет повышаться? И почему я так считаю? На самом деле это уже происходит сплошь и рядом. Повышение зарплаты. Может быть, кто-то не замечает, но я вам подскажу. Сейчас идет специальная военная операция, и люди из самых депрессивных районов набираются и отправляются туда. Уже отправлено, они уже там воюют вовсю, и там они получают где-то по 150, кто-то говорит по 200 тысяч рублей в месяц. И, конечно же, это люди, которые до этого получали 20-25 тысяч рублей в месяц, сейчас 150-200. Ну, это существенное повышение зарплаты. Там, конечно же, в связи с такими большими деньгами, достаточно много из этих денег пропивается, но и довольно много из этих денег отправляется на родину, и люди откладывают, они грамотные, и пытаются что-то там купить, там, пресловутую эту ладу белую и так далее, и так далее. Ну, и также в случае гибели платятся страховки, достаточно большие страховые выплаты, там, 5 тысяч, 3 миллиона рублей. То есть, это первая категория граждан, то есть, наименее обеспеченные из каких-то отдаленных районов России, они уже наблюдают повышение своей заработной платы, потому что, ну, вот эти выплаты по специальной военной операции, в связи со специальной военной операцией, они идут в качестве зарплаты. Вторая категория граждан, которая ждет и которой уже повышается заработная плата, это, смотрите, после того, как была объявлена, это айтишники и специалисты высокого класса, после того, как была объявлена мобилизация в сентябре прошлого года, вы знаете, что огромное число людей хлынуло за границу, в Армению, в Грузию, значит, и дальше куда-то там, в Эмираты, там, не пойми куда. Вот, а эти люди, которые туда хлынули, да, в Казахстан, вот, которые туда уехали, они, достаточно много из них уже давно вернулось, вот, ну, кто вернулся? Наименее обеспечены, естественно, потому что, чтобы там жить, надо иметь и источники доходов, и, значит, ну, и какие-то накопления. Поэтому эти люди, эти люди уехали, и остались там многие из них. Вот, это молодые люди, вполне себе, которые рукастые и так далее, и так далее. К чему я это говорю? К тому, что те, кто остались, те, кто остались, сейчас находятся в привилегированном состоянии, потому что этим людям, ну, их нехватка ощущается сейчас достаточно острая, потому что в России нужно, как бы, и строить производство военное и прочее, прочее, и, значит, вообще производство, а с производства самые квалифицированные уехали. Поэтому различные компании начинают переманивать сотрудников друг у друга. Чем они переманивают? Тем, что обещают повышенную зарплату. А так как, значит, если какая-то компания есть, и просто сотрудник говорит, слушай, меня там переманивают, обещают столько-то, столько-то, ну, начальник говорит, давай я тебе повышу зарплату. И таким образом идет постепенное такое вот увеличение зарплаты. То есть идет постепенно увеличение зарплаты, ну, у одной категории, которая воюет, вторая категория – это те, которые высококлассные специалисты, потому что их не хватает. И это специалисты не только вот высококвалифицированные, там, айтишники какие-нибудь, но и всяческие люди, которые выполняют очень массу большую технических работ. То есть слесари, токари, сантехники и так далее тоже, в общем, сказать, их тоже нехватка. Почему? Потому что, ну, среди них была достаточно большая доля мигрантов, и на стройках тоже достаточно большая доля мигрантов. Эти ребята тоже, в общем, мелко виделось все это, и они начинают смываться. И еще, ну, во-первых, значит, там уже есть, как бы, задвиги такие, что давайте-ка мы мигрантов туда будем отправлять на специальную военную операцию, мобилизовать, во-первых, а во-вторых, и вот сейчас я подхожу к кульминации, наверное, вот, во-вторых, доллар растет, рубль падает. Раз рубль падает, мигранты, собственно говоря, они здесь приехали зарабатывать деньги, и они посылают эти деньги туда, на родину, свой родной Таджикистан. Так как для того, чтобы послать такое же количество долларов, потому что рубль падает ко всем валютам, в том числе и к этому таджикскому, что там у них там, монаты или не знаю что, вот, короче говоря, надо посылать, рубли зарабатываются те же, а посылать надо в долларах, ну, то есть, как бы, на доллары тратится больше рублей. Поэтому они уже начинают думать, что им делать, и не лучше ли им смыться куда-нибудь в тот же самый Казахстан, и там зарабатывать деньги, потому что там, ну, рубль относительно казахского тенге тоже очень сильно упал. Вот, то есть, мы сталкиваемся с чем? С тем, что рубль падает, и, значит, поэтому есть еще отток какой-то. Вот эти вот категории людей, они уже, уже получают, ну, как бы, им уже повышается потихонечку, такая ползучая повышение зарплата наблюдается. Ну, а еще кому повышают зарплату, это всякие силовики. Почему силовики? Ну, потому что силовики сейчас, говорят, массово уходят, увольняются. Вот, министр Колокольцев сказал, что из Министерства внутренних дел массово увольняются люди. Вот, там немножечко сложнее ситуация, потому что оттуда, если увольняешься, то сразу вручают повестку, потому что говорят, блин, парень дорогой, вот тебе повышение зарплаты, если тебя что-то не устраивает. То есть, там, короче говоря, эти люди не совсем довольны и зарплатой, и не совсем понятно, как им уволиться. Если они не увольняются, они тоже рискуют попасть туда. И, в общем, здесь им повышают, тоже как-то должны повысить зарплату всяким силовикам, Росгвардии и так далее, и так далее. Еще в связи с тем, что, в общем-то, намечаются смутные времена, и они могут потребоваться для разгона массовых протестов, которые, в общем, я вполне допускаю. Я думаю, что и власти тоже вполне допускают. И есть еще огромная категория, которая осталась. Это всякие бюджетники, то есть, медицинские работники, значит, работники образования, всяких музеев там, всяких там пенсионных фондов и так далее, и так далее. Что с ними? Им тоже будет повышена зарплата, и я даже могу предположить, когда это произойдет. А произойдет это либо в конце этого года, но скорее, скорее с начала следующего года. Власти объявят о повышении зарплаты бюджетникам, вот таким, 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 таким. Да, и пенсии тоже повысят. В связи с выборами, в связи с выборами, вот, будет повышена зарплата для того, чтобы люди не так сильно возмущались. А чем они будут возмущаться? А вот теперь у меня вам плохая новость. Я хочу сказать, что прежде чем ваши зарплаты и пенсии повысятся, это я к бюджетникам обращаюсь прежде всего, повысятся цены. Цены повысятся. Кругом и на все. И когда цены повысятся, вдруг люди обнаружат, что жить стало труднее, жить стало тяжелее, чем раньше. И это будут самые обездоленные люди. И вот для того, чтобы успокоить этих людей, и будет принято решение об индексировании их окладов. Но это не последняя плохая новость. Потому что, смотрите, с января месяца, скажем, повышаются вам оклады. Наступает февраль месяц, вам только начинают выплачивать эти повышенные оклады. Что произойдет в феврале-марте? Тут власти всеми силами будут держать цены. Но цены абсолютно логически должны расти. Потому что, смотрите, есть, значит, там А поделить на Б. То есть, если предложение остается по-прежнему, а А – это зарплата, это спрос. То есть, раз зарплата, значит, если повышенные зарплаты, значит, повышение спроса. А поделить на Б – это цена. В смысле, Б – это предложение. Если Б останется на месте, а А увеличивается, то, соответственно, цены вырастут еще больше. То есть, смотрите, сейчас доллар растет. Набиольно предприняло небывалые попытки для того, чтобы его утихомирить, когда он подрос до 100. Сейчас вы видите график доллара. Значит, эти усилия Центробанка привели к тому, что доллар опустился до 93 рублей за доллар. И сейчас потихонечку, вы видите, он растет. Куда он растет? Как он растет? А растет он уже до 96 дорос. Дальше 97-98. И, пожалуйста, значит, либо новые какие-то экстренные шаги, а новые экстренные шаги Центробанка ведут к торможению экономики. Которую тормозить вроде как тоже нехорошо. Потому что, если экономика затормозится, то это сокращение рабочих мест и, опять же, недовольство любимых горячо президентом граждан. Вот. И поэтому, значит, здесь такая вот ситуация Цуксванга, что не делает, что ведет к ухудшению социальной обстановки. Но перед выборами ее нельзя, как бы это самое, поэтому непосредственно перед выборами подгадают, повысят зарплату, которая приведет немедленно к повышению цен по тем причинам, которые я уже указал ранее. И, значит, что дальше будет? Дальше мыло, мочало. Начинаем сначала. Дальше, значит, там предложение долларов, то же самое, значит, рублей увеличилось. Доллар растет. Доля импортных деталей в наших выпускаемой продукции высокая, поэтому наша выпускаемая продукция снова дорожает, снова люди недовольны, снова, значит, надо индексировать зарплаты и так далее. И все это называется гиперинфляционная модель и спираль гиперинфляции. Если кто-то не согласен, пишите. Я высказал свою точку зрения и что вы думаете по этому поводу, напишите, пожалуйста. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok